Девочка-подросток выпала из окна пятого этажа. Удалось ли спасти школьницу, расскажет Алла Согрина. Алла уже в студии. Здравствуйте, Слава. Приветствую, Марина. 12-летнюю девочку обнаружили под окном собственной квартиры жителей дома. После падения она еще дышала. Суицид это или убийство? Разбиралась наш корреспондент Елизавета Болдырева. Падение было из окна пятого этажа. Вот. При падении она зацепилась за ветку дерева и упала, получается, плашмя на место. Этот мужчина в белом халате стал очевидцем рокового падения. Рассказывает, девочка-подросток рухнула на спину и сильно ударилась головой. Страшную картину он увидел из окна медицинского центра, который находится в этом же доме. С коллегой врач выбежал оказывать первую помощь. Захватил шприц с адреналином и оба приступили к реанимации ребенка. Был перелом основания черепа, гематома, обширное кровотечение. Проводилась сердечно-легочная реанимация. Где-то в течение, наверное, минут 10-15. Потом подъехала скорая помощь, констатировали смерть. Девочка была одета так, будто собиралась выйти на улицу. Куртка, туфли, шарф. В кармане ключи от квартиры и сотовый телефон. Через несколько минут после ЧП во двор выбежала мама-подростка. Как оказалось, она находилась с дочерью наедине в квартире, откуда девочка и выпала. Пыхнула ли между ними ссора, шокированная женщина не стала рассказывать следователям, которые уже вели свое расследование на месте. Соседи плохо знают семью погибшей. Переехала девочка с матерью в этот дом три года назад. Обе вели замкнутый образ жизни. Однако школьница была не робкого десятка. Я с ней сталкивалась два раза. Мне обижали просто моего внука. Она на три года старше его. Огрызалась. Он пришел заплаканный и сказал, кто. Я вышла и говорю, что такое. Они еще вроде надо мной смеяться стали. Погибшей Ольге было 12 лет. Училась в шестом классе. В школе сейчас этот инцидент стараются не обсуждать. Отходят от шока. Директор лишь рассказывает, школьница занятий не пропускала, училась усердно. 4-5. Все 6 лет она училась очень хорошо. И конфликтов с учителями, и не придумывайте. И конфликтов с учителями никаких у нее не было. И класс такой уравновешенный, спокойный. Спокойная, сдержанная. Все, я больше ничего вам говорить не буду. Занималась скалолазанием и вообще во всех спортивных соревнованиях занимала только призовые места. Предсмертную записку в квартире не оставляла. И сейчас в мотивах разбираются следователи. Проводится осмотр изъятого личного компьютера и сотового телефона погибшей. На ее странице имеются и только абсолютно нейтральные, спокойные рисунки, вырезки из мультфильмов, изображения котят, животных. Каких-либо ссылок на суицидальные сайты, высказываний суицидальных на ней не содержится. Не можем однозначно утверждать, что это самоубийство. Возможно, это все-таки несчастный случай. В настоящее время прямых мотивов самоубийства мы не видим. Наравне с суицидом рассматривается версия доведения до самоубийства. Одноклассники за кадром рассказали нашей съемочной группе, что девочка была апатичной в последние месяцы. Делилась, что год назад родители развелись. И для нее это стало большим ударом. Елизавета Бодрева, Леонид Новожилов, Дмитрий Абрахин, ОТВ. Стали известны новые подробности нападения кислотника, которое удалось предотвратить полицейским. Мужчина-ревнивец планировал плеснуть в лицо кислотой бывшей возлюбленной. Об этом нам рассказали в Следственном комитете области. Следствием установлено, что в период двух последних месяцев подозреваемый предпринимал действия по организации умышленного убийства своей бывшей сожительницы, которое планировал произвести, плеснув в женщину кислотой. По независимым от него обстоятельствам доведение преступного умысла до завершения ему не удалось. Благодаря предпринятому комплексу оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками следственного управления и сотрудниками регионального управления Министерства внутренних дел России, в настоящее время решается вопрос определения обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Добавлю, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на организацию убийства». 44-летнему заказчику может грозить 10 лет колонии. Напомню также, возлюбленная несостоявшегося кислотного маньяка жива и здорова, и сейчас она избегает публичности. А теперь к другой теме. За сутки сразу несколько аварий попали в криминальные сводки. Начнем с той, которая есть на камере видеонаблюдения. Пешеход идет, а вернее бежит по зебре, и его сбивает с ног внедорожник. Смотрим. Вот молодой человек под знаком пешеходный переход срывается с места. Маршрутное такси при этом останавливается, чтобы пропустить пешехода, а следующее за газелью иномарка продолжает движение, что заканчивается столкновением. Водитель внедорожника не сразу выходит из салона, медлит. А потом все-таки идет оказывать помощь пострадавшему и даже отвозит его в больницу. За кадром авторы ролика обсуждают. Молодой человек был в наушниках и из-за громкой музыки мог просто не услышать виск тормозов той же газели. Пользователи сети добавляют, и еще не посмотрел по сторонам. Хотя такая привычка, к сожалению, должна уже выработаться у всех российских пешеходов. Добавлю, молодой человек получил несколько серьезных переломов. Сейчас готовится к операции, а сбившим его водителем оказался преподаватель университета, спешившим на лекции. А в Златоусте под колесами автомобиля оказались супруги-пенсионеры. Оба дорогу перебегали не в положенном месте. Для одного из них ДТП закончилось трагически. Водитель автомашины «Приора» с 1955 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, тоже пожилого возраста, в результате которой переходили проезжую часть в неустановленном месте для перехода, в результате чего оба пешехода получили травмы, а один скончался в травмоотделении городской больницы. Женщина находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о признании степени тяжести. А теперь к другой новости, но тоже дорожно-транспортной. Виновника аварии в Кыштыме ищет водитель разбитого Форда. В его машину на большой скорости въехала Мазда, после чего нарушитель с места ДТП скрылся. Вот так сильно пострадал от удара Форд. На следующем фото видно, как искорюжена Мазда. Но буквально через несколько секунд водитель последнего авто просто скрылся с места аварии, несмотря на серьезные повреждения салона и под капотом. Нарушители сейчас разыскивают не только пострадавшие, но и полицейские. Если вы на днях видели эту машину на дорогах к Кыштыма, просьба сообщить в дежурную часть города. И в конце выпуска шокирующие находки на въезде в Незепетровск. Строители во время дорожных работ нашли человеческие останки. Одежды не было, только гребешок для волос, который, возможно, принадлежал погибшей. Во время подготовки укрепительных работ доставали грунт для устройства подготовки основания. Мы обнаружили останки скелета вот именно на вот этом месте. Да, после того, как нам показалось здесь все какое-то необыкновенное, лопатку копнули, получился, выкакал у нас, получается, скелет этот. Мы вызвали полицию после этого. Удалось установить, что останки принадлежат женщине. В настоящее время процессуальная проверка проводится сотрудниками Следственного комитета. По материалу проверки назначены необходимые экспертные исследования, направленные на установление личности трупа. Это все, о чем я успеваю рассказать сегодня. А завтра, как всегда, новая подборка свежего, эксклюзивного. Вас здесь же в рубрике происшествия не пропустите.